Казахстан В те годы выставки были крайне редкими, потому что Оргкомитет Союза художников в 1933 году только организовался, и в состав Оргкомитета входило по разным источникам от 10 до 15 человек. То есть столько художников проживало реально в Алма-Ате, и они были разного уровня, разного образования, разного уровня художественных возможностей, художественного дарования, и поэтому каждая выставка в тех лет, она была уникальна. Сотрудники музея воссоздали реконструкцию той самой выставки, с которой все начиналось. Здесь представлены работы художников Костеева, Танцыгбаева, Соловьева, Галиева, Ходжикова, живописи-графика. Сюжеты разные, но все они наполнены колоритом ушедшей эпохи. Здесь можно увидеть первый портрет Акына Джамбула и другие полотна с интересной историей. Например, в 1934 году был организован конкурс на портрет Абая. И вот в частности здесь мы видим работу Костеева, которая, вероятно, участвовала в этом конкурсе. Современные зрители, глядя на эскиз фрески Урала Танцыгбаева и другие работы казахстанских мастеров, проникаются атмосферой тех далеких лет. Во всем многообразии современной художественной жизни большую роль играют, пожалуй, самые важные и в то же время неприметные участники – реставраторы. Впервые они рискнули предстать публично и рассказать об искусстве, сохранять искусство. Представили результат своей работы, показали картины до и после реставрации. Эта пастель выполнена на замшинах французской, автор Шарапов, женский портрет, выполнена в начале века. Вот здесь вот вы видите повреждения, это мушиные экскременты, они также были на обороте полностью обсыпаны мушиными экскрементами, имелись утраты, разрывы. Сложность этой реставрации, этой пастели заключается в том, что пастель боится влаги. Многие из этих произведений долгие годы не выставлялись в силу разных причин – из-за воздействия времени, влаги, грызунов, микроорганизмов. Звёздный час Степанова, допустим, он был прорван в двух местах. Механические повреждения, которые требовали стыковки, подведения грунта, тонирования. В общем-то, сейчас вы уже видите результат. Все реставрационные работы тщательно документируются, подробно описываются повреждения и воздействия, которые помогают продлить жизнь полотну. Так как это мы можем видеть с картины Эдмона Боршара «Охотник с собаками. Франция, XIX век». Надо отметить, что работу казахстанских реставраторов оценили их французские коллеги, которые приезжали в музей с выставкой «Жемчужины Франции». Мы принимали, работали с этими сотрудниками, французскими коллегами. Им очень понравилось, как мы работаем. Вот реставратор графики из Национальной библиотеки в Париже, Андрей Рагу, заходил к нам в мастерскую. Мы показывали ей свои работы, паспорта, всю документацию, которую мы используем. Ей очень понравилось. Она была также в хранилище и сказала, что произведения хранятся отличные условия, очень хорошие. Сегодня в музее имени Аблхана Костеева хранятся 23 тысячи экспонатов, и лишь 30% от их числа представлены в постоянной экспозиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова